Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью местами кратковременной дождь и гроза, днем без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 11-16, днем 26-31, ночью местами сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. В горах ночью 5-10, а днем 17-22. В Черкесске преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 14-16, днем 29-31. Пандемия изменила привычную жизнь многих учреждений. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Их примеру последовали и детские сады. Несмотря на многие трудности, мероприятия проходили в онлайн-режиме. Воспитатели освоили новые программы обучения детей. Подробнее о работах детских садов расскажет Аслан Герегов. Детский сад «Радуга» в селе Дружба принимает активное участие во многих республиканских и всероссийских конкурсах. Воспитатели постоянно совершенствуют свои навыки и вкладывают в детей любовь и частичку собственной души. В обычное время воспитательный процесс проходил традиционно, но пандемия внесла свои коррективы в работу детского садика. Детям давали задания на дом, а все мероприятия проходили в онлайн-режиме. В мае месяце у нас очень масштабно отмечалось 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие практически во всех акциях, которые были объявлены главой нашей республики, во всероссийских акциях. Мы участвуем в данный момент, мы участвуем во всероссийской выставке в смотре «Детский сад. Мир любви, заботы и внимания». Этот смотр проводится с целью выявления рейтинга 500 лучших детских садов Российской Федерации. Думаю, результат будет хороший, надеемся на это. Помимо этого, в онлайн-режиме прошли выпускные. Также Любовь Узденова отметила, что в детском саду все меры предосторожности выполняются должным образом. Несмотря на то, что дети не посещали садик, на регулярной основе проходила дезинфекция как кабинетов, так и детских площадок. Кроме этого, на этажах установлены кварцевые лампы. В ближайшее время их планируют разместить в каждой группе, как и разметку для соблюдения социальной дистанции. Для нашего детского сада 2019-2020 год был самым удачным, самым успешным. Мы приняли участие в семи всероссийских региональных масштабах конкурсах. Самым ценным конкурсом и победой было участие в нашем республиканском конкурсе «Лучший детский сад села». Мы будем стараться точно так же плодотворно работать и в 2020-2021 учебном году. Учитывая ситуацию, которая сложилась в нашем регионе, мы разработали учебный план, где внесли изменения, корректировку. Массовые мероприятия мы отменяем, физкультурные занятия, музыкальные занятия мы проводить будем строго на улице, если будет позволять погодные условия. 4 августа пройдет проверка, которая оценит готовность к новому учебному году. Пойдут ли дети в детские сады, будет известно ближе к осени. Но все учреждения республики готовы к работе как в очной, так и дистанционной форме. Ведь как будет развиваться ситуация с коронавирусом, нельзя предугадать. Нам же остается быть осторожными и сделать все возможное для предотвращения распространения вируса. Аслан Гелюгов, Роберт Джабутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Абазинской редакции, а в 14.30 Вести с Ашемезом Пхешковым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что ребенку появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хочешь получить качественное образование, владеть несколькими иностранными языками и быть востребованным на мировом рынке труда? Поступай в ПГУ, не выходя из дома. Приемная комиссия работает в режиме онлайн. Подавай документы через официальный сайт ВУЗа. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. У этого котенка папа британец, а мама из Черкеска. Ему чуть более двух месяцев. Этого сироту нашли в подвале. Искупали, обработали, сделали все прививки и научили хорошим манерам. Теперь британцу из Черкеска нужна семья. Малыш обещает аккуратно кушать, играть и быть ласковым.